Дом 13 по улице Даватора, мягко говоря, трещит по швам. В результате разрушения части несущей стены в третьем подъезде, по всему периметру дома стали образовываться такие трещины. Сначала жители дома начали выкладывать в общедомовой чат фотографии с небольшими трещинами в стенах. Первое их проявление жильцы заметили 15 апреля. С каждым последующим днём трещины стали увеличиваться. Осознав масштаб ситуации, люди забили тревогу и обратились в службу спасения. В начале люди начали выкладывать фотографии. Становилось каждым днём всё страшнее и страшнее. И в третьем подъезде, в 21-й квартире, начали выкладывать трещины. На следующий день стала девушка опять выкладывать повторно эти трещины. Они увеличивались. Ну, я уже тогда забила тревогу. У нас очень много детей проживает. И вызвала МЧС. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и представители администрации. Ввели режим повышенной готовности. Далее было принято решение о расселении жителей третьего подъезда. Того самого, где разрушения оказались самыми массовыми. Шесть человек разместили в гостинице «Волга». Остальные 16 человек разъехались по родственникам. Приехав на место, мы оценили обстановку, посмотрев конструктивные элементы, что, возможно, угроза жизни и здоровья наших граждан. Жители на протяжении долгого времени обращались во все инстанции. Ведь здание непригодно для жизни. Пятиэтажка, бывшее общежитие, не видела ремонта много лет. Проблема со стенами здесь далеко не единственная. У дома рушится кирпичная кладка, отваливается штукатурка в подъездах, а кровля оставляет желать лучшего. Очень большая проблема у нас с кровлей, потому что у нас протекает до третьего этажа. У нас там не просто капает, у нас там льет. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни». По версии следствия, разрушения произошли в результате ненадлежащей работы управляющей компании, обслуживающей данный дом. В настоящее время на объекте работают специалисты, которые определят масштаб проблемы, проведут экспертизы. После этого, по словам городской администрации, станет понятна судьба дома и его жильцов. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.